Когда в твоей семье до седьмого колена одни вояки, даже и мечтать не стоит, что ты избежишь участи отправиться в армейку и стать настоящим мужиком, подметая лопатой плац и каждый час натирая гуталином колеса грузовиков. И с такой семьей не повезло пацанчику Рексу, у которого куча нобелевских степеней по инженерии, но родаки вместо стажировки у Тони Скупердяева отправили его закаляться в горячие точки, что закончилось для родителей и сестры покупкой венков на последнюю с ним встречу в закрытом гробу, потому что военные США так и не перестали брать на работу ветеранов клуба анонимных алкоголиков, которые подрывают лабораторию, с которой Рекс должен слить важные данные. Но благодаря качественным строителям данного региона, Рекс переживает почти целым бомбежку в бункере с ученым, от которого и узнает про чудо жучков. Нанамита, это же рывок, вы на световые годы опередили всех. И когда дружественные бомбы так подправили ему мордашку, что даже проспиртованная бомжиха Валя не пустит под юбку, Рекс уходит с головой в работу на кобру, ведь зачем быть солдатом армии США, которая сама тебя и подрывает? В армии США ошибки исключены. И за прошедшие 4 года Рекс усовершенствовал нанамитов до такой степени, что они могут превращать в пустоту все, к чему прикасаются. Каждый из этих боеголовок содержит 7 миллионов нанамитов, способных сожрать все, от одного танка до целого города. И переиграв в игру Цивилизейшн, вместе с президентом компании Макаллином, они решают заполучить самую перспективную должность на планете Земля. Президент мира! И предвыборную компанию Макаллин выбрал весьма успешную. С подводной базы на Северном полюсе, пульнуть межконтинентальные ракеты с нанамитами по нескольким городам. Ну да, чтоб его базу сразу обнаружили со спутника, и спустя час уничтожили ракетами вместе с ним. Великолепный план, Уолтер. Просто о**енный, если я правильно понял. Надежный, б**, швейцарские часы. Но главное, вместо того, чтобы втайне сделать боеголовки и совершить неожиданный удар, решил выкрасть их у военных при перевозке, чтобы если вдруг поймают одного из его отряда, он после метода допроса оголенными проводами на яйца, выдал местоположение базы, и ее спустя час превратили бы в радиоактивный пепел. Но на удачу этой дурилки, все складывается лучшим образом. Антитеррористическая контора Дж.А.Джо, которая втайне прикрывает конвой на Квинджете, держится на расстоянии 100 километрах, потому что использует его не для прикрытия, а... Для оргий и все такое! Меня не послышалось, его использовали для оргий? Да. Ничего не трогай. Поэтому никто не засек, как к конвою подобрался неизвестный хренолет, стрелок которого бахнул стакан незамерзайки и пошел в отрыв. Сначала глушит вертушки прямо над конвоем, чтобы они упали на машину с боеголовками и уничтожили их, а следом и вовсе взял обстреливать сами машины. Благо режиссер Огнетушилович монтажным образом не дал машинам с боеголовками взорваться, поэтому косяк пилота принимаются исправлять пехота, хренача во все стороны с гранатометов, не думая, что могут задеть чемодан с боеголовками. И когда неизвестный супер бронированный противник с передовым оружием заполучил боеголовки, местный герой Дюк Татуин решил, что сможет с автоматиком выйти против тех, кого не берет гранатометы. И несется так уверенной безосторожности, будто по своей квартире, и тут же как лох ловится на прицел. Чертовски везет отличнику, что начальницей нападавших оказалась его бывшая. И вместо пули в голову, лишь отхватил подошвой в еблет. Ну а Джей и Джо закончили оргию, и решили пошизофренить вместе с коброй, тянув на них одного ниндзю с мечом от режиссера, пробивающий любую материю, и бабу с арбалетом. А Нига с пулеметом вообще спецом поливал мимо, ведь ему походу жалко губить такую стройную цыпочку. Не заставляй меня женщин убивать! И это он террористки, только что положивший в гроб отряд военных, чтобы похитить боеголовки, способные уничтожать города. Самое тупое чумо на земле. Чумошник и пилот, который после того, как Анюта села в Квинджет, поленился ее преследовать, чтобы сбить. И куда кобра так быстро улетела? Вместо того, чтобы развернуться, сбить Квинджет Джей и Джо, расстрелять всех на земле и забрать кейс. Учитывая, какой у кобры чумовой пилот, который пять минут назад уработал лучших из лучших. НАТО запросило лучших, поэтому мы здесь. А Дюк, который облажался везде, где только можно, продолжает строить из себя героя. И даже после проекции хрен знает какого генерала. Но у вас теперь туговато с транспортом, поэтому моя группа Альфа доставит вас ко мне. Соглашается лететь с левыми людьми к ним на секретную базу, когда у него приказ доставить боеголовки в совершенно другое место. И даже не потратил пять минут, чтобы связаться со своим руководством и все прояснить. Ты ленивый и тупой. Поэтому мы здесь. И генерал, как и положено военному, шизофреник первой категории. Держит в отряде дефектного бойца ниндзю. Он не говорит. Почему? Он не сказал. Чтобы если ему понадобилась в бою помощь, писал своей команде смски. И даже база Джей и Джо настолько секретная и настолько спрятана, что никому не будет интересно, какого черта каждый день десятки самолетов доставляют в пустыню ресурсы для тысяч солдат. И так как маячок деактивирован и боеголовки не найти, Макалин созванивается с генералом по скайпу, чтобы под предлогом проверки нанонитов врубить GPS трекер. Позвольте мне проверить, не повреждены ли боеголовки. И когда вояки заметили исходящую из кейса радиочистоту, Введение его кода реактивировало радиомаяк. Как и положено ультрадегенератам, положили на эту огромную проблему мужскую колбасу. Альфа-ассы. Бараны. Да и сам Макалин, походу, из бывших военных. Раз на операцию по краже боеголовок, решил не отправлять своего самого крутого бойца. Отправь вы меня туда главным. Все было бы уже сделано. Отправляю тебя сейчас. Осел. И это факт. Ну а генерал передовой овощ бригады, приметив, что пареньки, по всем параметрам отрицательной мозговой активности, подходят в его отряд, берет их на стажировку. И после того, как они завершили двухчасовой курс боевой подготовки, начали радоваться, что попали в райский оазис, где концентрироваться нужно совсем не на работе. Жратва, баба и вино. Брага, брага. Хорошее пиво. Я буду водку. Ведь после очередной пьянки, все настолько поймали расслабон, что никто не услышал, как несколько буровых установок пробурились прямо в базу. Не услышал даже дневальный, который стоял в 10 метрах. И так как все операторы камер устроили турнир, задуй как можно больше свечей. Бойцы Кобры, словно у себя дома, добираются до кабинета генерала, здороваются с ним через тело секретарши, и забирают боеголовки. И когда до этого Кобра всех убивала, генерала само собой пощадили, чтобы он поднял тревогу, которую даже хрен знает, как услышали военные, когда до этого не слышали выстрел пистолета. Ну и наконец-то алкашня начала просыпаться. Не стреляющий по террористкам, додумался с помощью гранатомета, эвакуировать неправильно припаркованные буры, не думая, что от этого, несущая стена скажет прощай, и весь комплекс обрушится. И пока он создавал сфихурочные для строителей инженеров, Анютка со Штормшедоу, решают уйти воздухом. Благо реактивные ранцы, прямо тут валяются. И на перехват явился только Дюк, но из-за синдрома вечного подкаблучника, принялся уговаривать Аньку сдаться, когда мог просто им прострелить колени. Ну а Рипкорт, думая, что привезли большую партию бухла, приехал сразу на погрузчики. Хотя понятно, почему вместо автомата он выбрал погрузчик, ведь Джей и Джо по скидке закупают автоматы у русского прапорщика. Так дуло клевое, а как из него стрелять-то? Из-за чего целая группа военных не смогла попасть по открытому шеду. Лучшие люди из лучших боевых частей мира. Ну ты пиздобол, бля. И только на Снейка осталась Надежда, который кроме как навыка махать металлом, больше ничего не прокачал. Рыжая с Бадуна не смогла даже найти оружейную, чтобы хотя бы взять нож или дубинку, и поперла на Анютку с кулаками. А когда вспоминает, что у нее есть мантия-невидимки, забывает как пользоваться мозгом, раз втихую не обошла сзади и не взяла на удушающий. И вспомнив, что электроника коротит от электричества, Анютка ломает Гарри Поттерский костюм и отправляет дурочку наперекур. И так как никто не сказал рота подъем, и тысячи солдат тупо дрыхнут, Снейк подумал, а чем он хуже? И забивает на Шэдоу, который прямо перед ним нацепил джетпак и улетел с Анюты на Квинджет, который никто не сбил, потому что все ПВО уже давно обменяли на колумбийский порошок от насморка. Пью клей и нюхаю бухлишко. И только МакАлистер заполучил боеголовки, как сразу же фекалит на свой план по переделке мира. Отвезите боеголовки в Париж и там предактивируйте. Я хочу испытать одну. Чтобы кого-нибудь из его банды поймали и через раскаленную кочергу к шоколадному глазу выбили место положения подводной базы и послали на ее уничтожение великое Старковское войско Железных солдат. Но главное, дурачок МакАлистер не дал антипропиздонов за то, что она ходит на операции с открытым лицом, благодаря чему Дюк, узнав свой бывший лежак, сдает ее коллегам, а те уже пробивают, что натрется с ученым, который в состоянии активировать боеголовки. Ускоритель заряженных частиц. О, Господи. С его помощью они смогут предактивировать боеголовки. Значит, она полетит туда. Ах ты тупой сукин сын. И это... Тоже факт. И план Курносик продумал до мелочей. Женил Анютку на ученым, чтобы однажды он активировал для нее боеголовки, когда мог построить реактор для активации прямо на своей базе, что было бы быстрее и лучше. Учитывая, что он сам и производит боеголовки на своем заводе, или бы просто ворвались в лабу, и как сейчас, под дулом пушки, попросить ученого активировать боеголовки. И не нужно было бы свою девочку подкладывать под ученого. Ах ты тупой сукин сын. Ему лишь бы бодаться, да сношаться. Но к удаче хромосомника лаборатория оказалась не на карантине и не на выходном. И на смену вышли наркоманы Павлики, которые в течение часа, пока Анка с Шедоу активировали боеголовки, не вызвали полицию, решив, что люди с оружием сюда пришли в роли Тамады. А генерал Овощбригады окончательно потерял связь с единственной непораженной извилиной, потому что на перехват послал именно тех ущербников, благодаря которым к обрачане сбежали с его базы с боеголовками. Дюк и Репкорда вообще посадили в силовые костюмы, в которых они были 5 минут на примерке, ведь более опытных пилотов не нашлось. Да и план генерала настолько продуман и подготовлен, что Рыжий приходится на ходу придумывать, где взять транспорт для погони. Ведь само собой, генерал Овощных войск не догадался предупредить французские спецслужбы об атаке террористов. Лучшие люди из лучших боевых частей мира. И известный пиздобол. И пока два дятла занимаются сжиганием калорий на пробежке, Снэйк просто катается на крыше. И лишь когда ему начинают мешать мимо пролетающей машины, решил действовать. Сунул меч рядом Шэдоу и полез бить ему ебучку, вместо того, чтобы грохнуть мечом Бодятла. И показав начальству бурную деятельность, ушел под тачку наперекур, пока лучший бойцы НАТО получают ачивку за бесполезность. Пульнули одну ракету и продолжили впустую маслать, вместо того, чтобы давить Хаммер всем своим арсеналом. И благодаря действиям двух этих овощей гибнут десятки европейцев. НАТО запросило лучших, поэтому мы здесь. Ах ты тупой говнёк. И так как от спонсоров ритуальных агентств толку меньше, чем от втулки с подтуалетной бумаги, Снэйку ничего не остаётся, как вкачать перк Роланд Экстрасенс, чтобы точно знать, что если повредить каленвал Хаммера, это снизит скорость именно настолько, чтобы он столкнулся с электричкой. Ну а лучшие после прыжка с препятствием устроили перекур вместе со Снэйком, что и даёт время злойбакам очухаться, вылезти из тачки, зарядить гранатомёт и пробежать пару километров к точке выстрела. И лучше бы лучшие натовцы и дальше бы лежали. Рипкорд, вместо того, чтобы застрелить уже целящегося китайца, пошёл на обнимашки, благодаря чему Париж лишается своей достопримечательности и пару сот туристов. И мало того, что с этой задачей справился бы и школьник, так ещё и в силовом костюме не смог справиться с кожаным мешком и вырубается сковородкой. И даже когда Шэдоу свалил на Квинджет, Рипкорд его отпускает, не бросив в догонку ни одной ракеты. Он что, долбоёб? А второй долбоклюв из-за отлива крови в нижний смеситель совсем перестал соображать. Берёт, снимает бронированный шлем и когда запрыгивает за своей девчонкой и деактивирует анонитов, пожирающих башню, узнаёт, что защитный шлем в армии придумали не просто так. И этот долбоёб? Да и лучшие бойцы Кобры тоже лучшие. Повезли лучшего натовца на секретную базу, вместо того, чтобы посмотреть, ведь кто будет думать, что в его костюме или подкопчиком зашит маячок, который рассекретит их суперсекретную базу. Неужели эти? Везёт, что в лучшем подразделении земли не ставят маячки на супертехнологичные костюмы. Я работаю на отъебись, как и все здесь. И за такое отъебись Дюкнюкину приходится рисковать жизнью, чтобы под предлогом тупого побега с чемоданом включить на нём маячок, что легко получается, благодаря настойке удачи от Гарри Поттера, ведь он на бум за доли секунды вбивает шестизначный код, который даже не знал. Ну а Джей и Джо оказались с хорошими связями, не успели уловить сигнал от кейса и уже возле базы на подлодке, только из-за того, что генерал лучших перепутал таблетки от головы с другими таблетками. Узнав, что на базе имеются межконтинентальные ракеты, решил поучаствовать в челлендже на самый шизофренический план штурма, послать на базу группу всего из четырёх человек. Ведь этот сумасшедший верит, что четыре человека на неизвестной базе размером с посёлок городского типа, где сотни бойцов Кобры без проблем найдут Дюка и боеголовки, когда они же на своей базе не смогли остановить всего 10 кобровцев. Тупой, поехали. Хотя, когда ракеты могут запустить в любую секунду, должен был послать подлодки, уничтожить шахты и весь комплекс. И то, что там свой смазливый мальчик, от которого увлажняются все женщины, с военно-стратегической точки зрения не имеет никакого значения. Одна жизнь ничто на фоне такой угрозы. И интересно, как базу ещё не захватили полярные тюлени. Здесь нет ни радаров, ни ПВО, а на входе лишь два двуногих северных оленя, которых даже страшно в бутик манекенами на работу ставить. И вот ребятки подопкакались, когда думали, что Макалистер не запустит ракеты до их прихода. А далее просто нескончаемый поток прухи. Реактивную струю огня выдерживают легче, чем посиделки в парной. Смудряются сбить одну ракету со снегохода. А Рипкорд за секунду осваивает систему полёта на неизвестном самолёте, когда до этого летал лишь на своей шизофрении. Судя по тому, как им постоянно тут прёт, у них в подвале заперт Гарри Поттер и без перерыва варит им зелье удачи. У Дюка тоже всё пучком. За секунду, как он стал бы послушной псиной кобры, его спасает любовь Анютки, переборовшая силы любви на нанитов, которые делали её злобной сучкой. Да я ж так, блять, люблю! Но к её неудаче она не смотрела фильм Девятая рота и не знает слова прапорщика Дегалы. Добивать надо, когда упал! Только мёртвые в спину не стреляют! Понял? И Рекс тушит девочку с пульта, а генерал Над Ебист словил Альцгеймера скрещенного с амнезией. Сам послал группу захватить пункт управления, чтобы узнать, куда летят ракеты, и тут же засылает боевые подлодки уничтожить базу. Я хочу знать только одно. На какой хуке ты сидишь? Ну а Дюк только добрался до Волыны, как все его мыслительные и опорно-двигательные процессы, берёт на себя нижний мозг и отпускает боссов, даже не выстрелив им в спины. И всё ради спасения той, с которой уже спал. Зачем? Бывают просто подкаблучники, но этот жалкий ублюдок последняя стадия. И так как войска ебанатного генерала ещё каким-то чудом не затопили подводную базу, спецгруппа находит инфу, что ракеты летят на Вашингтон и Москву. Вы чё, с ума сошли, что ли? Я прокину в стаканчик чистой стопроцентной горилки удачи. Рипкорд за мгновение нагоняет ракету у Москвы и даёт москвичам шанс и дальше платить свои охрененно огромные ипотеки. Боже, это же мечта. А далее через пол земного шара трангрессирует к Вашингтону. Но настойка удачи из крови выветрилась, и он начинает мазать. Поэтому приходится использовать самолёт как пылесборник для нанонитов. Везёт Рипкорду, что в этой ракете нанониты оказались бракованные и жрали самолёт ни секунду как положено. А пока он не набрал нужную высоту и не катапультировался. Но почему ракеты не сбили ПВО России и США, остаётся только догадываться. Чё, бля, где буху? И под весь этот кипиш даже парочка бывших братанов успели устроить поножовщину, в которой белого братуху подвела физуха и на случай, если бой пойдёт по влажному месту, он не носил предохранитель от смерти в виде ТТ или Макарыча, за что сначала узнаёт, каково это, когда свинину нанизывают на шампур и тут же ныряет в подводный медицинский телепорт, который его подлечивает и перекидывает живёхенького в сиквел. И так как вся база начала протекать, как переполненная прокладка Always, все текают на лодке, что для Дюка, который в ней первый раз оказалось легче лёгкого. Ведь он прошёл курсы капитанши Марвел и получил сертификат. Уворачивается от ракет пилотов, которые наиграли на подлодках тысяч часов, ещё и уничтожает их, даже несмотря в зеркала заднего вида. А вкачав перк мастер Анала, умудряется засандалить ракету прямо в середину закрывающего шлюза и подбивает директоров Кобры. И тут же на центральном сервере планеты Земля происходит глюк, отключается физика. Уничтожение комплекса Макалистер придумал не через самоуничтожение, а через лёд. Сейчас взорвут маковый лёд, давай заброшатся и тонны льда идут камнем на дно словно железо, что создаёт вопрос, какого чёрта с таким весом он до этого не тонул. И так как в сессии с админы планетного сервера в отпуске исправлять данный баг пошла смерть, поэтому никто из главных героев не оформил постоянное ПМЖ на дне океана во время уклонения от десятков глыб. Ну а Рекс наконец-то ловит момент стать главой Кобры и с помощью нанонитов начинает дрессировать Макалистера. Ты будешь называть меня командиром. Хорош выёбываться. И то, что он решил по***вываться вместо того, чтобы вызвать к себе подлодку эвакуироваться, играет для него решающим фактором в получении государственной помощи в виде тюбика вазелина перед отправкой в тюрьму на бутылочного режима. Ну а Дюк просто настоящий Ромео. Знал, что Анютку за терроризм до конца жизни отправить в места не столь отдалённые не уплыл с ней на необитаемый остров и теперь из-за своего тупника будет довольствоваться перепихоном раз в месяц на свиданках. Ну что, долбоёб доволен? Если её, конечно, раньше не замочат зэки с французскими корнями за уничтожение Эйфелевой башни. Ты круто попала. Редактор субтитров А.Семкин